Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с новостным блоком у Мартикиев. Коротко на гриболе заметных событиях. Итоги социально-экономического развития республики за уходящий год стали ключевой темой встречи главы Карачаевой Черкесии Рашида Тимрезова с полпредом Юрием Чайкой. Почти три десятка школ Карачаевой Черкесии перевели на дистанционную форму обучения из-за ОРВИ и гриппа. Домбай вошел в число лучших туристических направлений для зимних каникул у россиян. В центрах образования «Точка роста» республики завершился фестиваль «Добиться успехов в профессии» с участием представителей реального сектора экономики. Далее об этих и других темах подробнее. На состоявшейся двусторонней встрече главы Карачаевой Черкесии Рашида Тимрезова с полномочным представителем президента России в Северокавказском федеральном округе Юрием Чайкой подведены предварительные итоги социально-экономического развития республики за уходящий год, юбилейного для региона. Рашид Борисбевич отметил, что этот год для Карачаевой Черкесии был успешным в социально-экономическом плане. В год столетия региона были открыты 127 социально значимых объектов, из которых 97 введены в эксплуатацию досрочно. В республике практически стопроцентное исполнение всех нацпроектов. Рисков по срыву, намеченных мероприятий нет. Ставим для себя на следующий год основную задачу создания новых высокотехнологических рабочих мест, отметил глава республики. Руководитель региона Рашид Тимрезов ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире из студии программы «Вести Карачаевой Черкесии». Этот формат общения стал традиционным и находит отклик у зрителей, которые задавали вопросы на актуальные для них темы. Телефоны прямой линии были открыты с воскресенья. В день поступало порядка 170 вопросов. Примерно столько же писали люди в сообщениях в социальных сетях. Как заверил сам глава региона, абсолютно на все вопросы жителей Карачаевой Черкесии получат ответы. В числе самых актуальных тем, поднятых жителями региона, медицина, строительство социальных учреждений, дорожные и коммунальные инфраструктуры, социальная защита, транспортное сообщение, благоустройство территории и многое другое. Рашид Тимрезов заверил, что к 2025 году наша республика будет полностью газифицирована. Это значит, что каждый, даже самый отдаленный уголок Карачаевой Черкесии будет иметь доступ к голубому топливу. Нам осталось два календарных года, 23-24, будет газифицировано на 100%. Магистральные газопроводы придут во все населенные пункты, во все ущелья нашей республики. Соответствующее соглашение и план синхронизации с ПАО «Газпром» был подписан представителем правления, Алексеем Борисовичем Миллером и мною. Все, что касается социальной догазификации, конечно, после того, как магистральный газопровод будет проведен во все населенные пункты, конечно, у нас вырастает количество заявок на социальную догазификацию. Принято решение с Межрегионгазом о том, что мы делаем подвод к самому дому за счет средств Межрегионгаза Черкесии и правительства Карачаевой Черкесской Республики. То есть мы на себя берем уже сам подвод к самому дому. Такое решение я его сегодня озвучиваю впервые. Мы его официально в распоряжении оформим. Это для всех заявителей по социальной догазификации. Вопрос водоснабжения также актуален для жителей районов республики. Глава республики Рашид Тимрезов назвал решение этой проблемы приоритетным. В республике реализуются различные программы, которые помогают в строительстве новых сетей и очистных сооружений. По отдаленному населенному пункту Киева-Жураки руководитель республики дал поручение главе района рассмотреть возможность включения в программу для решения вопроса в следующем году. В ходе прямой линии поступил вопрос о транспортной доступности медицинских учреждений в отдаленных населенных пунктах республики. Рашид Тимрезов поручил председателю правительства Мурату Аргунову разработать до 1 января дорожную карту с подробным анализом о транспортной доступности во всех населенных пунктах Карачаевой-Черкесии и путях решения этой проблемы. Жители станицы Исправный Зеленчукского района обратились к главе с проблемой нехватки медиков. По словам станичников, на три населенных пункта нет медперсонала. До ближайшей больницы ехать 45 минут, а более тысячи детей не имеют возможности обратиться к педиатру. Глава региона Рашид Тимрезов отметил, что ни одно медучреждение в республике закрыто не будет. Могу вас точно заверить, что ни одно медицинское учреждение, ни один стационар в республике закрыт не будет. То, что касается того вопроса, который вы озвучили по поводу нехватки медицинских кадров, на самом деле действительно эта проблема существует. Попросил бы министра здравоохранения Карачаева-Черкесской республики, курирующего вице-премьера, правительства, председателя правительства взять на этот контроль и такую работу совместно с главами городов и районов провести приемы в тех населенных пунктах на месте, не в районных администрациях, где-то, а прямо на месте провести практически в каждом у нас из этих населенных пунктов есть дома культуры, место, где это можно собрать актив, население и провести разрешительную работу прямо на месте. В ходе прямого эфира руководитель республики Рашид Темрезов сообщил о том, что уже подписано распоряжение о выделении единоразовой выплаты всем семям, мобилизованных к Новому году в размере 20 тысяч рублей. Я подписал такое распоряжение о выделении всем семям мобилизованных добровольцев, которые ушли из нашей республики в специальную военную операцию, единоразовую выплату к Новому году по 20 тысяч рублей каждой семье. Буквально сегодня такое распоряжение мною было подписано. Почти три десятка школ Карачаево-Черкесии перевели на дистанционную форму обучения из-за ОРВИ гриппа. Из них 11 образовательных учреждений полностью перешли на дистант. Еще 18 ввели дистанционку для отдельных классов. Работу также приостановили 45 детских садов. В 21 из них организованы дежурные группы. Тем временем медицинские работники поясняют родителям, что даже при слабых симптомах ОРВИ ребенка лучше оставить дома, чтобы не стать причиной распространения болезни. Школьные классы и группы в детских садах редеют, их будут отправлять на карантин, если на больничном с соответствующим диагнозом окажется 20% детей. Комментирует информацию врач-педиатр Анна Марьясова. Опасность заболевания заключается в том, что риск развития осложнений достаточно высок, особенно у детей маленького возраста или у детей, имеющих хронические заболевания. Поэтому нежелательно на ногах переносить грипп. То есть в школу отправлять детей с признаками, с насморком, с кашлем, с небольшой, может быть, температурой. То есть мама думает, что температура 37 – это ничего страшного, и пусть идет в школу. Нет, таких деток лучше подержать дома, лучше полечить, обратиться к врачу, то есть начать лечение вовремя. Школьники Карачаева Черкесии смогут увидеть второй сезон профориентационного сериала «Билет в будущее». Он рассказывает о людях, чья профессия стала делом жизни и путем становления личности. Первый сезон, показ которого проходит в регионах России с сентября этого года, посмотрели более 5 миллионов школьников. 24 героя из 13 городов поделились уникальными историями своего успеха в профессии и рассказали зрителям о том, как посадить самолет в экстремальных условиях, какие технологии используются в современной восстановительной медицине, при помощи какого устройства можно увидеть строение атома, что сделать, чтобы твой бизнес был успешным и многое другое. Отличительной особенностью сериала стало то, что в кадре не актеры, а реальные люди – наши современники. В центрах образования «Точка роста», функционирующих на базе общеобразовательных организаций, завершился фестиваль «Добиться успеха в профессии» с участием представителей реального сектора экономики, которые представили свою историю профессионального развития. Цель подобных мероприятий – профориентационная деятельность среди обучающихся. Более 1200 жителей Карачаево-Черкесии состоят на учете в Республиканском наркологическом диспансере. Такие цифры озвучили в Управлении наркоконтроля по Карачаево-Черкесии во время брифинга для региональных СМИ, главной темой которого стало правовое воспитание молодежи. Комментирует информацию старшего оперополномоченной по особо важным делам Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесии Анжелика Софияулина. Длинная доля преступлений, совершаемых, то, что я цифры озвучила за 10 месяцев, было зарегистрировано 510 преступлений в сфере незаконного оборота, совершается людьми до 39 лет, конечно. Из 1207 людей, которые зарегистрированы и состоят на наркологическом учете, 577 – это люди от 18 до 39 лет. И наркопотребителями, конечно, являются, чаще всего это молодые люди. За 10 месяцев текущего года нами выявлено ссылок на интернет-ресурсы, 1104 ссылки, которые были направлены в Роскомнадзор для блокировки этих сайтов, которые предлагают или рассказывают о способах изготовления, употребления и распространения наркотических средств. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Карачаевой Черкесии задержали жителей села Важного у Зигутинского района по подозрению в вымогательстве денежных средств. Оперативниками установлено, что 28-летний мужчина под предлогом покровительства бизнесу вымогал 500 тысяч рублей у 26-летнего предпринимателя из станицы Зеленчукской. Злоумышленник также угрожал бизнесмену физической расправой, в результате чего потерпевший обратился к сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье вымогательства. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Минобороны страны организовала доставку почтовых отправлений военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Для этого к воинским частям прикрепили подразделения фельдвигерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации. Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва. Комментирует информацию военный комиссар Республики Сергей Белобородов. На сегодняшний день мобильная связь в районах специальной военнослужащих сами знаете, что работает неустойчиво, но иногда это даже небезопасно для самих военнослужащих. Поэтому Министерство обороны определило порядок доставки почтовых писем, бандероли и посылок. Теперь родственники могут направить письма бандероли весом до 2 кг и посылки до 10 кг. через отделение Почта России, почтовый индекс. Он у всех будет одинаковый. 103, 400, далее Москва 400 и номер воинской части. Для того, чтобы узнать адрес военнослужащего, родственникам, близким необходимо прибыть в военный комиссариат и подать заявку. Сотрудники военкомата вам выдадут номер воинской части, где проходит служба гражданин республики. Информация эта строго конфиденциальна, поэтому выдаваться будет не всем, а только близким родственникам. В Москве завершился Всероссийский съезд учителей родных языков, в котором принимали участие заведующий кафедрой Кабардино-Черкесского и Абазинского языков Республиканского института повышения квалификации работников образования Белял Хасаруков и учителя родных языков и литератур Ида Дахчукова, Зурида Бабайджан и Назифа Джишаева. Участники мероприятия обсудили стратегические задачи преподавания родных языков на современном этапе. Рассмотрены вопросы реализации государственной, образовательной и языковой политики страны. Домбай вошел в число лучших туристических направлений для зимних каникул у россиян. Данные представил сервис по поиску высокооплачиваемой работы «Суперджоб». В открытом опросе приняли участие более полутора тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны. 10% предпочли в начале января пребывать в Сочи, по 2% голосов набрали Домбай и Ставрополье. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаевой Черкесии облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 8-13. В горах местами до плюс 7. Утром местами на дорогах гололедица. В Черкесии без существенных осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 10 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.